Пресс-зал управления ЖКХ превратился в переговорную площадку. Вот жители с жалобой. Эти женщины представляют прежнюю управляющую компанию, которая обслуживала дома. Двое мужчин – представители новой УК. Рефери – замглавы Одинцовского округа Михаил Каратаев. Без помощи муниципалитета жильцы и жилищники общий язык найти не смогли. У жителей недостаточно доверия к новой управляющей компании. Они доверяют больше администрации и попросили нас выступить неким арбитражом. Жители показывают платежки. Стоимость отопления в них выросла от полутора до двух раз в разных квартирах. И произошло это ровно после того, как управление целым кварталом в 34 дома в поселке Внеисок перешло от компании Теплосеть к компании УЖХ. Совпадение? Жители так не думают. Новая УК объясняет – в домах установлены общедомовые счетчики тепла. По ним в строгом соответствии с законом и были сделаны начисления. У жителей тут же возникает вопрос, почему тогда раньше плата была меньше? Михаил Кротаев принимает решение поручить сторонним специалистам перепроверить показания приборов учета. Соответственно, а по поводу отопления я дал поручение провести математический анализ начислений по каждой квартире в одном из домов, чтобы сумма начислений проверить, совпадает она или не совпадает с показаниями количества теплоты, которая вошла в этот дом. Люди, разумеется, воспользовались возможностью и рассказали о других своих бедах. Ведь у каждого дома, как говорится, своя история болезни. Например, пожаловались на заваренные мусоропроводы, за которые, тем не менее, выставляется счет. Говорят, и смена УК произошла для них слишком незаметно. Общение получилось конструктивным, с конкретным результатом. В этом и есть особенность таких встреч. Никаких толп людей, которые кричат и не слушают друг друга. Жильцы договорились, выбрали старших, доверили им вести переговоры. Эта небольшая, в сущности, группа людей представляет 34 многоквартирных дома. Именно так, организовавшись, легче решать любые насущные вопросы.